меня зовут павел бурцев здравствуйте здравствуйте павел не нахожу в своих работах той изысканности вкуса и уникального движения которые наблюдаю у других художников от чего себя воспринимаю как рисовальщика любителя возможно ли что это чувство даже не описать словами художественного чутья что ли придет со временем и конечно придет и как много времени необходимо у всех по-разному ведь я рисую достаточно давно да вот много художников которые так и не пробиваются через эту линию когда они чувствуют себя уверенно и когда это тяжелая ноша до ощущение себя любителем исчезает порой думаешь а ведь мало кто нарисует даже на том уровне которым я обладаю однако среди состоявшихся художников своего города чувствую себя желторотым птенцом почему это угнетает ждать что ты сможешь дотянуться и встать в один ряд но ничего тут не поделаешь надо просто трудиться и доказывать себе прежде всего что ты рисуешь и пишешь на уровне я не знаю возьмите себе планку там я не знаю микеланджело леонардо ну и так я не знаю кого вы любите возьмите планку и просто тянитесь к ней идите к этой вершине нужно только труд только живое доказательство что что ваша работа на уровне это ничем другим никаким пиаром есть же художники которые благодаря пиару как-то утвердились да а другие ну такие большие художники их просто ну улыбаются когда они говорят но тут вы говорите что не находите в своих работах то изысканности вкус и уникального движения до который наблюдаете у других так и добивайтесь добивайтесь смотрите как это сделано у других которых вы любите как как туда про можно покопировать как проникнуть в это вот как это ключевая вещь как как написано если мои классы и уроки вам интересно ну пожалуйста я открыт кстати в армении будет класс присоединяйтесь друзья с 1 по 8 октября присылайте свои заявки на ватсап буду вас включать в группу народ уже собирается группу уже создан и следом с 12 октября будет класс в европе в италии на озере гарда такие классы очень полезны но тем кто занимается живописью потому что раз за разом мы карабкаемся вместе с помощью моей ну каким-то пиком понимания это главное понимание как из чего состоит живопись ну вот я приглашаю присоединяйтесь вячеслав если какие-то правила при составлении творческого неучебного натюрморта или нет никаких правил поставил что хочешь и пиши как хочешь или как получается мне рассказывали что в германии по моему просто от предметы навалены на столе или где-то там да художники сами из них сочиняют композицию это не значит что стоит вот постановка как мы привыкли и вокруг расположились художники кого-то выгодная точка кого-то перекрываются предметы и вот мы пишем то что видим в том случае когда мы выхватываем своим вниманием какие-то предметы и сочиняем композицию это какое-то вот новаторство здесь внутри рождаются какие-то ассоциации мы следуем за ними мы сочиняем на на основе того чтобы видим но какую-то композицию я часто когда пишу наброски вы наверняка заметили смотришь на фото но модель ну какой-то фон там серый я выхватываю своим вниманием опа где-то там розовая где-то там синяя где-то красная и я в или желтый вношу это эти цвета в композицию который в прямом виде нет но это один из подходов какой является творческий натюрморт да но давайте так исходить из того что учебный натюрморт это план ты задача ученика развить значит композиционное мышление увидеть тональные связи и писать как бы доподлинно выстраивать эти связи на основе тональных отношений естественно гаммов подключается насыщенность цвета все это формирует просто видение а творческое если видение сформировано мы можем уходить от буквального прочтения от буквального видения в сторону ну каких-то вот ассоциативных таких решений интуитивных когда мы используем постановку лишь как повод для того чтобы из нее извлечь и сочинить ну свою музыку не знаю очень сложно ответить конечно ну так вот на пальцах на этот вопрос что думаете друзья расскажите как вы ставите творческие постановки я к тому что постановка может быть поставлена любая даже как бы учебная да там кувшин ткань какая-то тряпка какие-то предметы но художник творчески напишет это по-другому не буквально вот я вот это хотел донести не буквально он может сочинять тональные отношения сочинять цветовые композиционное найти решение от чего-то отказаться что-то добавить ну в общем я думаю вы поняли оси агина марина скажите пожалуйста для выбора маслом и акрилом на больших форматах 60 на 80 80 на 100 принципиально ход хвост из-за льна или хлопка или нет я думаю не принципиально ну хвост хлопковый обычно дешевле попроще льняной тяжелый такой он 3 он может выдерживать большие форматы и пастозная живопись он просто качественнее не стареет не так подвержен всяческим деформациям изменениям как хлопковый потому и дороже вам решать пробуйте но предпочтение естественно льняному нюсберг видимо я только начинаю учиться рисовать я просто душой влюбился в скетчинг конечно я понимаю что это однобокость но ведь есть вроде художники графики есть я уважаю очень и масло и акварель и пастель и даже направление отдельно уважаю например портретист пейзажист так далее но я как увидел ландшафтную графику прям влюбился балдеют карандаши и перевод графики замечательно так вот вопрос нормально ли это уйти в одно направление и не развиваться в других и серьезная ли это вещь на ваш взгляд ландшафтный скетчинг и ландшафтная графика это нормально или это от моей неграмотности в рисовании да все нормально то чего требует ваша душа самое нормальное когда вы слушаете себя то что вам нужно делать и не слушайте никого в том числе и меня это абсолютно самое нормальное вот хочется сегодня не знаю встать и нарисовать бутылку с водой ну так сделайте это таким образом получается где бы вы ни были вы просто наблюдаете жизнь и не отражаете ее буквально опять же а сочиняете свои композиции на основе увиденного это совершенно фантастически и любая техника может быть то куда куда вас сегодня тянет так и идите ради бога но вы же не спрашивайте вы влюбились например в девушку это нормально что я влюбился вот только вот в эту девушку вот только вот а ведь же говорят что существуют другие любови там живописные всячески гуашевые а я вот только в эту вот втюрился и не знаю правильно ли это но конечно правильно ну через какое-то время вы поймете туда ли вы зашли или не туда на ту территорию нет жизнь подскажет я думаю так друзья давайте поможем нюсбергу разобраться ну того же пикассо был всяческий период голубой извините розовый всячески такой серенький но тянуло его он просто доверял себе дело то что хотел ну вот мне кажется это самое главное предлагаю еще кино одно посмотреть в самом конце видео будет баннер написать впечатление ну удачи и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok